Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхем. Мы продолжаем с вами быть в книге «Деяния апостолов», и сегодня у нас пришел черед читать из третьей главы. Я только хочу сказать, что я традиционно читаю не из синодального перевода, я использую перевод Штерна, но в видео я вставляю текст из синодального перевода для того, чтобы вы могли за этим следить, и иногда я буду обращаться к одному переводу, иногда к другому, вы имеете возможность это дело сравнивать. Итак, однажды в три часа дня во время молитвы Минха, когда Кефа и Йоханан направлялись в храм, вы уже заметили, что в синодальном переводе написано в девятый час, я хочу просто пояснить, что есть разница между время исчислением у Израиля или, как я говорю, библейского время исчисления и время исчисления, которое было принято у римлян и у нас с вами сегодня. Девятый час римский соответствовал третьему часу еврейскому, поскольку в Израиле день начинался с вечера. Теперь, со времен Вавилонского плена традиционно совершалось в день три молитвы. Мы можем видеть, например, на страницах книги пророка Даниэла, что он молится трижды в день, открывает окна и совершает молитву. Откуда это пошло? Дело в том, что в храме было три жертвы. И когда израильский народ остался без храма, то, основываясь на том, что написано у пророка Осии, они решили, что будут совершать, не имея возможности совершить жертвы, будут совершать три молитвы, что и нашло отражение у того же Даниэля. И эти молитвы назывались Аравит, Шахарит и Минха. Соответственно, Аравит – вечерняя молитва, Шахарит – утренняя молитва и Минха – молитва в полдень. Собственно, в наш текст говорит о том, что они шли совершать Минху, поскольку третий час дня – это время, когда ее нужно было совершать. Что это нам показывает? Что первые ученики продолжают жить, как все религиозные евреи. Для них храм – это центр их жизни. Они соблюдают все предписанные традиции. Живут обыкновенной жизнью обыкновенного еврея. Дальше. Второй стих мы с вами читаем. Туда внесли человека, который с рождения был калекой. Каждый день его приносили к великолепным воротам храма, чтобы он просил милостыню у входящих во двор. В русском синодальном переводе написано «красный», но в смысле тот же самый – «красивый», «великолепный». В еврейском языке здесь стоит слово «йофи». И почему они так назывались? Есть несколько версий. Я вам скажу той, которой придерживаюсь я. Дело в том, что и ворота храма, и как сегодня есть ворота Иерусалима, выходили в разные стороны. И были ворота, которые выходят, и в Иерусалиме есть сейчас явские ворота, которые выходят в сторону Яфа. Это тоже от того же самого корня. И многие говорят, что Яфа был очень красивый город, поэтому ему дали такое название. Дело в том, что это самый ближний путь в сторону Яфа, а значит, к порту. Ибо в то время, как и сейчас, кстати, там, правда, больше для рыбацких лодок, но в древности там находился порт. И поэтому, когда паломники приплывали в землю, обитованную на кораблях, они приплывали в Яфу, они там высаживались. И это была самая короткая дорога для паломников в Иерусалим и, собственно, в храм. И понятно, что паломники более склонны к тому, чтобы жертвовать, поэтому данного человека, имени которого мы, кстати, не знаем, потому что Священное Писание нам не раскрывает. Дальше мы с вами читаем. И в тот же миг его ступни и голени окрепли. Так что он вскочил, немного постоял и начал ходить. Затем он вошел во двор храма вместе с ними, идя, подпрыгивая и славя Бога. Все видели, как он идет и восхваляет Бога. Они узнали в нем того человека, который прежде сидел и просил милостыню возле великолепных ворот, и чрезвычайно поразились, и пришли в недоумение от того, что это с ним произошло. Он же ни на шаг не отходил от Кефы и Йоханана, и весь народ в изумлении сбежался к ним к колоннаде шлема. Интересно, что в христианстве есть притча, связанная с этим текстом. Однажды Фома Аквинский пришел к папе Римскому, когда тот пересчитывал большую сумму денег. Папа решил похвастаться и сказал, теперь мы не можем сказать, как некоторый Петр, серебра и золота нет у меня. Фома ответил, ну и сказать, как Петр, встань и ходи, вы тоже не можете. Но я сегодня хочу обратить ваше внимание на некоторые детали того, что здесь произошло. Во-первых, мы видим, что ученики Ишоа говорят этому человеку, взгляни на нас. Зачем? Зачем нужен был этот зрительный контакт? Зачем нужно было это внимательное всматривание, можно сказать так, друг в друга? Есть два ответа, которые здесь обычно используют. Первый ответ, это то, что они хотели убедиться в том, что в нем есть вера для того, чтобы исцелиться. У меня с этим ответом, честно говоря, есть проблема. Почему? Потому что, ну, этот человек никогда не слышал ни слова Божие, ни благую весть, откуда взяться у него в вере, откуда он вообще может знать, что апостолы могут его исцелить, не очень понятно. Есть второй ответ, который может быть не столь очевиден, но для меня он ближе и близок, что ученики смотрели на него, пытаясь понять, а будет ли сейчас Господь исцелять этого человека. Почему для меня это так важно? Я говорил много раз и буду еще повторять, что чудеса, знамения, другие проявления духа, они зависят от Бога, а не от человека. Человек не мог по собственному произволу, как это сейчас некоторые пытаются представить, сказать, исцеляю тебя, да, или иди будешь исцелен. Даже для апостолов, которые тоже иногда могли исцелить, а иногда нет, нужно было подтверждение тому, что Бог намерен исцелить этого человека. И вот после того, как они увидели это подтверждение, они ему сказали, как написано в синодальном, встань и ходи. Смотрите, на самом деле здесь произошло не одно чудо, а два. Во-первых, потому что мы видим, что человек исцелился, и это очевидно, его ноги укрепились. С другой стороны, мы с вами прочитали об этом человеке, что он был неходячим от рождения, то есть он никогда не умел ходить. И вдруг он встает, он ходит, он скачет, он совершает какие-то действия. То есть, по сути, Бог еще и научил его ходить. Для тех, кто имеет опыт воспитания и взращивания маленьких детей, понимают, о чем речь. Когда ребенок учится ходить, это всегда процесс. Он сначала начинает вставать, потом он делает первые шажки, и потом уже он потихоньку начинает ходить, и это время. Так вот, здесь не было никакого времени, он сразу вскочил и начал ходить. И когда апостолы это увидели, очевидно, что для них это стало сигналом. Почему? Потому что мы дальше с вами читаем, что Петр начинает проповедовать. Он говорит, видя это, Кефа обратился к народу. Люди Израиля, почему вы удивляетесь этому? Почему вы неотрывно смотрите на нас, словно это мы своей собственной силой или благочестием сделали так, что этот человек ходит? Бог Авраама, Ицхака, Якова, Бог отцов наших прославил своего слугу еще, того самого, которого вы предали, от которого отреклись перед Пилатом, после того, как тот решил отпустить его. Интересно, что он начинает именно с Бога Авраама, Ицхака, Якова. Я хочу напомнить, что в этот момент и апостолы, и остальные люди, находящиеся там, шли в храм для того, чтобы совершать молитву Минха. Одной из ключевой части этой молитвы является то, что в Израиле называется Амеда или Шманаэстра. Это молитва, когда многократно звучит вот это обращение Богу Авраама, Ицхака, Якова. И ученик Ишоа как бы направляет людей, он говорит, вы идете молиться к Богу, к которому мы должны быть благодарны за это исцеление. И он смещает акцент на Машеха и то, что тот сделал. Интересно, что здесь Киева называет его слугой, страдающим. Вы знаете, что есть на страницах Священного Писания напряжение. Напряжение между тем, что с одной стороны Машех должен пострадать, я сейчас говорю про Ветхий Завет, и с другой стороны, что он должен царить. И на сегодняшний день одна из претензий со стороны ортодоксального иудаизма к нам, что если еще о Машех, то почему он не на троне в Иерусалиме. Я сейчас не буду отдельно, у меня есть урок, который говорит о двух Машехахах. Там мы будем говорить об этом очень внимательно. Я хочу обратить наше внимание на другое. На то, что говоря об исцелении, апостол использует, и мы видим в 16 стихе написано, что во имя его, когда используется вот это во имя его, я хочу внимательно обратить ваше внимание, дорогие мои, речь не идет о каком-то мистическом, колдовском действии. Для апостолов имя Машехы это то же самое, что имя Божие. И то, о чем мы с вами читаем в дальнейшем, что Бог отдал ему имя, Павел пишет к филиппийцам, поставив его превыше всякого имени. Вот этот смысл. И апостол подчеркивает, что вера, пришедшая во имя еще к ним, эта вера помогла исцелиться. Здесь надо сказать, что слово вера на сегодняшний день очень и очень размыто. И то, как здесь используется в греческом тексте «пистос» или эквивалент еврейского слова «имуна», это не то же самое, что сегодня очень часто люди подразумевают под верой. Сегодня очень часто под верой подразумевают знания. Интересно, что в Калифорнийском университете был проведен такой эксперимент. Я недавно о нем узнал. Собрали людей, которые называют себя атеистами, и устроили им проверку на полиграфе. Задавалось много разных вопросов, и в том числе задавался вопрос, верите ли вы в Бога. Я подчеркиваю, речь идет об атеистах. И в 99,9% случаев полиграф показал, что люди, которые открыто заявляют, что они атеисты, и сказали «не верим», соврали. Так вот, речь идет не о такой вере. Один из христианских философов написал, что любая душа христианка. Нет, это относится к области знаний. Вера в еврейском понимании – это доверие, это способность быть послушным Богу, а не просто абстрактное знание, что что-то такое есть. И здесь Шимон показывает этим людям, что вера в того, кого послал Бог в этот мир, помогла им или сделала так, что этот человек был исцелен Богом. 17 стих мы читаем. «Итак, братья, я знаю, что вы, равно как и ваши руководители, не понимали всей важности того, что сделали. Бог же таким образом осуществил то, что прежде предрекал через своих пророков, а именно, что его мессия должен умереть». По сути, здесь Петр говорит им, они предали Иисуса, они отреклись от него перед Пилатом, который полагал его освободить, они заменили его на убийцу Варнаву, они участвовали в убийстве. Но этот грех, как мы с вами говорили, изучая вторую главу, этот грех не вменяется им, ибо есть другой грех, который мешает людям идти к Богу, а именно грех неверия. Он говорит, он воскресил его из мертвых, этого Бога, доказывая его право. Он прославил его. И Шимон делает упор на веру, на веру, называя этих людей, которые там слышат его, братьями. Он говорит, братья, вы должны поверить. Интересно, что Шимон здесь снова апеллирует к пророкам и к текстам Ветхого Завета, хотя он, может быть, не цитирует, но вы наверняка могли бы найти многие тексты, которые передают эти самые мысли. И вот здесь звучит после всех этих доводов, которые он привел, фактов, звучит главный призыв – Моисей. И здесь мы с вами читаем в 22 стихе, по сути, Петр цитирует эти слова. Он говорит, поскольку сам Моше сказал, пророка из твоей среды, из твоих братьев, «Как меня поставит тебе Адунай, слушайте его, что он будет говорить. Всякий, кто не послушает этого пророка, будет удален из народа и уничтожен». Ни для кого не секрет, и любого раввина спросите, он вам скажет, что этот текст говорит о грядущем Мошехе. То есть, они ждали этого пророка, но они не были готовы его слушаться. А Петр подчеркивает, что это главное, мы с вами прочитали, «Тот, кто не послушается этого пророка, будет удален из народа и уничтожен». Так о нем предсказывал Моисей. Так вот, возвращаясь к теме веры, она проявляется прежде всего в послушании. Знание не есть верой. Если человек знает, что есть Бог, это не вера, нам так об этом пишет апостол. Вера та, которая приводит человека к послушанию Богу. И здесь мы видим, что дальше он говорит людям о том, что им необходимо. Вот эту мысль на страницах «Деяния апостолов» Шимон повторяет несколько раз в своих проповедях. Он говорит, если вы принимаете, что еще есть машех, вы должны раскаяться в своих грехах и стать ему послушными. Ибо только так можно следовать за Богом. Вот какова была цель того чуда, которое было совершено на страницах этой главы и той проповеди, на которую было направлено слово Петра. Да благословит вас всех Господь. Пищем еще машех. Амин.